К проведению товарищеского турнира в Кобрине подготовили натуральный газон, но не могут отыскать финансирование для участия команды во втором дивизионе. Компенсация для болельщиков – спарринг представителей элиты. Мозырь против Бреста. Юрий Пунтас пошел в люди, разместился на трибуне. Сергей Ковальчук напротив у кромки поля. Кстати, несмотря на труднейшее межсезонье, тренер в хорошем настроении. Получаю удовольствие от работы своей. Ребята, я думаю, что на хороших эмоциях. Как оно продолжится, тяжело сказать. Но пока мне нравится, с каким настроением идет работа. Не грустят и футболисты. У Брестского «Динамо» новый молодой состав. Андрей Цеван, свои 30, ветеран команды. Полузащитник пропустил прошлый сезон из-за травмы и теперь возвращается в футбол. Дома работали, дома жили, хорошо работали молодежь, весело, задорно. Все хотят работать, доказывать, у них есть шанс в таком возрасте заявить о себе на уровне высшей лиги, показать себя. Будем надеяться, что получится у кого-то. В городе над Бугом наметились подвижки в решении финансовых трудностей клуба. Игрокам выплатили по 10% от задолженности по зарплатам. Обещают стабильную поддержку в дальнейшем. Сергей Ковальчук даже не акцентирует внимание на неопытности состава. Мне самое главное, чтобы у людей глаза горели. А исполнительское мастерство все равно приходит. Когда-то все начинают. Конечно, хотелось бы, чтобы была прослочка такая побольше опытных. От этого никуда не деться, к сожалению, такая ситуация с финансами. А может, к лучшему, не знаю, как оно получится. Такой же подход к делу и у Юрия Пунтуса. Правда, наставник слави подчеркивает одну важную деталь. От условий работы зависит конечный результат. В Мозыре стабильное, но скромное финансирование. И надежда, что сезон сложится удачно. Мы, конечно, будем в каждом матче стремиться к лучшему результату. И в целостности, конечно, желаем себе какого-то хорошего результата. Я, например, соскучился по этим результатам. Ну, а только игра и только сезон покажет, что это будет. Но сезон будет очень трудный. На поле немного опасных моментов и, как следствие, безголевая ничья. Лидеры слави Денис Лаптев и Олег Страханович провели не весь матч, но остались довольны собой. Денис приехал с большим желанием, как сказать, пойти на второй круг, на свои карьеры. Все-таки, я думаю, можно это сказать, что рановато он уехал. Кстати, 37-летний полузащитник продолжит карьеру игрока. И добавляет, чем намерен заняться потом. Серьезно, мы так поговорили. Я уже был готов, все-таки, как бы, так сказать, закончить или играть. Вот, поэтому начнем сезон в качестве игрока. А там уже посмотрим. Там и пойду этим комментатором. А если серьезно, то атакующий потенциал команды оценивает положительно, но желает партнерам-защитникам поскорее сыграться. Эта линия у слави в межсезонье претерпела серьезные изменения. Любопытно, что Юрий Пунтус другого мнения. Наша игра в обороне именно за счет того, что у нас, да, новые все, но они имеют опыт и умеют мастерство. И поэтому я сегодня, как бы, считаю, там не в обиду сказано, тем ребятам, которые в прошлом году защищали цвета слави, находясь в обороне, сегодняшние футболисты обороняются чуть лучше, чем в прошлом году. Брестская «Динамо» в первом туре принимает БАТЭ, а славя ждет в гости Слуцк. БАТЭ, а славя ждет туда!